привет это агроменджеры меня зовут илья 1 май праздник но как обычно по традиции новости 3 2 1 где мы за 321 секунду рассказываем самые важные новости из а пока поэтому таймер погнал не теряем время вперед в общем первое начало которое хотел сказать я чуть даже не оговорился и сказав физкульт привет на самом деле привет-то было общий трудовой 1 мая я вообще сегодняшнем выпуске хочу вам рассказать несколько интересных факторов про этот праздник поэтому зайти что в честь праздника таймер нафиг и мы сейчас с вами поговорим и про 1 мая и про новости вот теперь уже точно поехали итак про май почему труд почему 1 мая 1 мая вообще на самом деле есть отмотаем где-то за 100 лет до моего рождения это 1886 год в чикаго произошла так называемая чикагская бойня тогда десятки а то и сотни тысяч протестующих рабочих вышли на улице чикаго знаете против чего они бастовали они бастовали против 15 часового рабочего дня и просили восьмичасовой такой который сегодня представьте себе раньше работали на эти корпорации кстати про америку я опять скажу но постараюсь в этот раз выбирать выражение и быть культур мышкультурные люди в общем и целом была огромная демонстрация которую подавили силы если кто-то считает что 1 мая это исключительно советский проект спешу вас разуверить на самом деле в российские времена вот сейчас современный день весны и труда а в советские времена это был день солидарности всех трудящихся 1 мая вообще отмечается вы только вдумайтесь в 142 странах мира не в зависимости от политического строя главенствующей какой-то идеологии здесь нет никакой особой разницы труд он объединяет нас как сельхоз товаропроизводителей и все кто тружек села завода нет такого понятия как майские праздники вся страна отдыхает а мы в полях мы работаем мы сеем мы пашем мы вносим гербициды понимаете даже когда говорят вот на майских отдыхаем четыре дня и все круто на самом деле не все отдыхают есть те кто работают для нас больше скажем так передышка было вербное воскресенье вот тогда мы действительно постарались не работать а потом в свою очередь мы уже начинаем работать но я сильно углубился и так 1 мая это не совсем советский проект точнее вообще абсолютно не советский проект я вам больше скажу что праздник весны в россии отмечался еще петровские времена представьте себе это был праздник того что наступила весна пора сеять пора выходить работать самое главное ключевое возможности это труд но труд всегда должен быть нормальным сюда должен быть хорошим может быть перейдем уже к новостям скажет мне вы я с вами согласен но при этом всех трудящихся я еще раз поздравляю с 1 мая это великолепный день у нас посмотрите какая великолепная погода в липецке это супер классно почему я не в поле но решил позаниматься чуть-чуть спортом поэтому я не сказал что все секунд привет поэтому сейчас перейдем к новостям а поговорите есть о чем мы поговорим с вами даже в том числе какого бы президента америки вы ну захотели бы не только в россии а в другой стране под названием китай поговорим кстати первомай это же шикарная традиция это один из немногих праздников который остался после советских времен в принципе без изменений когда я говорю за традицией очень классная вещь помните вот эту фотографию первого советского культуриста владимира леча ленина который с бревном ходил да на самом деле эта фотография была сделана на субботнике в 1920 году именно субботник является той традиции которая поддерживается большинством трудовых коллективов нашей страны и щелково аграхим в этом плане не является исключением мы тоже по традиции ежегодно проводим субботники где убираем территорию нашего завода прилегающие территории до сотрудники региональных представителей участвуют но мы у себя тоже высаживаем деревья высаживаем кустарники облагораживаем эту территорию поэтому традиция субботник вообще традиции соблюдать нужно и тогда ничто и никто не сможет поколебать вас это я вам обещаю гарантирую поэтому да и субботник это же классно когда коллективом можно собраться все вместе поработать приобщиться к чему-то такой прям наверное заговорился знаете почему потому что у нас еще в щелково если другая традиция каждый год на субботнике наш генеральный директор готовит вкуснейший плов потому что я не знаю связано ли с тем выражением который сказал владимир ильич ленин когда он сам работу кто работает тот ест у нас знаете как это кто работает тот есть плов шутка ладно поехали по новостям 3 2 1 ну что если переходить к новостям то новостей в россии не так уж и много вот мировая повестка говорит о многом я уже не первый выпуск упоминаю о том что торговая война между шайки тайны выбирается новый оборот почему это сказал смотрите при предыдущем президенте сша трампе было введено против китая беспрецедентное количество санкций и считалось что допустим выбор демократов это все-таки более-менее приемлемые для китая президента правительства у американцев последние действия которые происходят в отношениях между америка и китаем мы начинаем понимать да и сами китайцы понимают что байден это вообще хуже трампа ну уж точно не лучше тыкс сравнить вообще невозможно то есть здесь есть единая политика американского государства без разницы кто у них станет президентом будущем кто и сейчас есть с китаем они конкурируют они в открытую говорят вы ребята наш глобальный конкурентами сделаем все чтобы не допустить вашего слишком быстрого по нашему мнению развития что же они делают но объявляют очередную волну санкции грозятся вторичными санкциями китай в ответ не стал дожидаться официального объявления но она скорее всего уже произойдет на этой неделе вел ответные санкции потому что ситуацию соглубляется тут еще возможный конфликт на тайване китайцы ждут долго не зря появилось такое выражение последние китайское предупреждение но тем не менее скорее всего и там закрутится опять же не хочу накаркать на что-то у меня прогнозы уж больно часто сбываются надо понять для себя лишь одно что китай сейчас активно ищет союзников партнеров именно во внешнеэкономической деятельности и вот здесь вот россия может выступать в роли этого партнера ни одной россии здесь больше скажем так объединение брикс потому что ну не с ей я же вам в прошлом выпуске говорил уже по поводу того что основной торговый партнер китая это европа европа мы понимаем что это зависимое государство вот америке ну даже вот давайте сейчас примеры тоже сельского хозяйства вот смотрите по поводу гмо мы знаем что в америке кому есть в европе она запрещена так вот крупнейший европейские а некоторые евро китайские компании разрешили геномный редактир нет еще не гмо в конечном понимании того что есть но это огромный шаг к тому что в европе допустят гмо берем список компаний которые являются лидерами гмо в мире и кого же мы видим на первом месте та которая ушла из россии да а вот эти компании как раз европейские они находятся еще на ну скажем так в первой десятке в первых пятнадцати компаниях но при этом еще нет но при этом они хотят терять тренд то есть глобальный руль этого мира который как хочет сказаться америка говорит сушь на думает нормально и европа поднимает окей а я начинал права с китая поэтому если сейчас сша разругается с китаем я дам рубль за 100 что и европа очень быстро привервет свои экономические отношения поэтому посмотрим как будет увидим все в новостях но это очень сильно будет влиять на баланса мировой торговли в том числе и продукция пока сказать что из-за этого поднялась цена на масло и на подсолнечек нет лучше смотрите в следующей неделе ценовой обзор что еще дальше а дальше дальше все идет к укрупнению ну давайте наверное пройдемся в прошлом году один из самых популярных роликов которые был феврале двадцать третьего года на нашем канале это было видео о том что ушли ведущие экспортеры зерна сельхозпродукции за россии мировые так сказать лидеры я объяснял почему мы в принципе ни в чем не потеряем к чему я это веду к тому что вот те кто ушел сейчас начинают в глобальном смысле укрупнятся это не из-за того что они ушли из россии поверьте российский рынок для них был чувствительный но не такой принципиально у них борьба покруче борьба между топ мы знаем два первых места и вот потом 3 4 5 они примерно одинаковые так вот где-то 3 4 место мирового рейтинга экспортеров объявили о том что будет слияние двух компаний для чего потому что доминирование первых двух компаний она настолько большое чем знаете что самое интересное тоже компания они даже не акционерное общество вот то в которой я трудился это крупнейшая частная компания в сша или в мире это огромный конгломерат но при этом он не выставляется на биржи где он принадлежит двум семьям всего лишь и вот и получается что пара тройка семей руководит вы сейчас будете уже писать что это какие теории заговора к чему я веду я веду к тому что он опять же в наших выпусках я очень часто сейчас последнее время стал упоминать криптовалюты цифровой рубль цифровой юань на чего это нужно чтобы это уйти от глобального доминирования доллара дедоларификация сейчас звучит фактически из каждого утюга чего я веду но он допустим смотрите на днях госдума заседает по поводу закона по отношению криптовалюта кстати если кто-то досмотрел читали новость волгограде нашли майнинг ферму которая маскировалась под сельхоз ферму они там даже колонки установили которые изображали что там у них животные живут коровы мы чат петухи кукарекают ну это вообще кадра не кадром но при этом что майнинг становится настолько повальным в россии здесь я уже заговорился я думаю что про цифровой рубль цифровой концлагерь вообще про цифровизацию не с точки зрения различных гисов а про то что у нас вообще ждет надо снимать отдельный ролик и моего обязательно с ними а сейчас сейчас 1 мая были новости новости больше всего глобальные конечно но при этом вот так ну и конечно же все вы могли заметить что мое сердце герб страны которые уже нет на спине если кто-то не верит я не являюсь каким-то ярым фанатом сср у меня есть такое понятие как уважение уважение к труду уважение к той стране в которой я родился да я родился в ссср и я этим в принципе горжусь и я и этого не стыжусь своего прошлого вообще своего прошлого не надо стыдиться он такого как он и есть со всеми плюсами и минусы вот он такой философской минуте с вами были агроменеджеры меня зовут илья с первого мая вас друзья